Накануне российский режиссер Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. После этого Бажена Рынска опубликовала резкий пост, обвинив художественного руководителя детского киножурнала «Яролаш» в неблаговидных поступках. Своим мнением о покойном Борисе Грачевском Бажена Рынска поделилась в собственном телеграм-канале, нелестно отозвавшись о режиссере. Умер Борис Грачевский. Спасибо ему за «Яролаш» — это великий проект. Но, как говорил герой Чехова, о мертвых или ничего, или правда. Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лабал, мацал, домогался. Удивительно, что сотни обьюженных при его жизни заявления не делали. «Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки», — цитирует Рынску телепрограмма. О смерти Бориса Грачевского рассказала журналистам накануне вечером его 36-летняя супруга Екатерина Белоцерковская. «А вот и меня попутала злая зараза. Лежу в больничке, под капельницами». Написал две недели назад Грачевский в своем последнем посте в Инстаграме, выложив фото из больницы. Накануне в СМИ появилась информация, что Грачевский снова был введен в состояние медикаментозной кома. По данным источника, Борис Грачевский был подключен к аппарату ЭКО, экстракорпоральной мембранной оксигена ЦЕИ. Данный прибор используется при острой дыхательной недостаточности для насыщения крови пациента кислородом. В качестве причин ухудшения самочувствия Бориса Грачевского назывались осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. Еще 9 января появились сообщения, что кинорежиссер почувствовал себя лучше. За день до этого выяснилось, что у Бориса Грачевского диагностировали тяжелое поражение легких. Создатель «Яролаша» заразился коронавирусом еще 21 декабря, тогда режиссер находился дома. Состояние Бориса Грачевского ухудшилось ближе к концу года. В результате он оказался в реанимации московской больницы номер 52. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. В 1974 году стал одним из основателей детского юмористического киножурнала «Яролаш», заняв должность его директора. С 1984 года стал художественным руководителем «Яролаша». Борис Грачевский является обладателем ордена почета и дружбы. Режиссер снял такие фильмы, как «Крыша и между нот» или «Тантрическая симфония». Режиссер снял «Яролаш»